Ульяновская область 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 другое дело что я бы наверное сказала что очень хочется вот это качество поскольку объем федеральных средств он ограничен я уже сказала то есть численность субъекта и здесь каждому так сказать сверху спускается вот по ложке а то очень хочется наращивать качество этих концепций безусловно качество я имею ввиду наличие определенного изначально сценария работы общественного пространства давно уже общественное пространство это не только лавочки фонари дорожки оно должно жить оно должно жить все сезонно должно жить в будние дни и выходные вечером и даже в снежное время и для этого безусловно любом общественном пространстве нужна концепция и наверное недаром у города появилось поручение губернатора по разработке концепции всех парков это нужно самому городу я бы здесь сказала что конечно стоит наверное города уделить этому должное внимание разработать такие уже концепции потому что он как хозяин город общественных парковых пространств первым получит положительный эффект от жителей и некий запуск городской экономики поэтому это то над чем еще предстоит работать следующих годах я надеюсь что это все таки будет по таким ускоряющим темпом происходить у всех на слуху проект на театральной площади все ли это мы наблюдаем на какой стадии реализации на финальной на финальной стадии здесь я вообще сказала что проект театральной площади он наверное завод время свои своего запуска проявил такую гибкость которая должна быть сегодня у любого проекта в современном городе он эту гибкость отстоял и проявил такую устойчивость изначальной концепции а потому что ну знаете наверняка что и липы вынуждены были менять концепцию чтобы их сохранить бассейны и чаши добавили и археологическая раскопка когда появилась и и тактично внедрили но тем не менее концепция с каждым таким изменением она не страдала она выбирала в себя эти изменения подстраивалась под них и мне кажется в конечном итоге она только выиграет когда когда мы увидим уже готовы театральную площадь по вопросу когда поскольку проекта сложные и он как происходит вообще работа над подобными проектами в области есть а профильное министерство жкх которая соответственно получает федеральный грант от москвы и а передает его в работу муниципалитету если мы говорим об ульяновске это определенный масштаб то есть это целый ряд работающих сообща органов это помимо в составе администрации управления по благоустройству центр городского озеленения благоустройства строй заказчик подрядчик вот совокупность работы такого комплексного междисциплинарного тандема она и дает конечном итоге результат и каждый в каждом определенный момент времени отвечает за определенные решения когда приедут бассейнчики когда высаживать клёны мне в свою очередь важно было оставаться в проекте вот на протяжении всего времени объясню почему это вот как раз то желание все-таки нарастить качество и реализацию качество реализации проектов поскольку проект изначально был непростой я бы не называла его сложным просто достаточно много уникальных решений и как показывает практика если в субъекте отсутствует региональный центр компетенции то есть уполномоченный такой орган или подвет стоящий из скажем так не чиновников и все-таки архитекторов до практиков которые вот в режиме тоже ежедневных планерок но задавали бы другие вопросы то есть например не вопросы на сколько процентов исполнена касса а и значит отгружен ли там определенный объем плитки они бы задавали еще другие вопросы а какого цвета пришла плитка а какого какого она размера и типа а как мы будем стыковать сложных узлах эту плитку а как будет сопрягаться приствольная решетка и плитка вот чтобы эти вопросы оставались в обойме скажем так я из процесса не выключалась здесь нужно понимать что когда город принимает решение когда высадить красные клёны то это не совсем моя компетенция есть более компетентные люди которые способны дать скажем так профессиональную оценку какого знака по модулю минусовой температуры достаточно для того чтобы посадить какого снежного покрова и так далее но еще несколько ремарок раз уже заговорили об уже популярных красных клёнах почему красные клёны ну правда просто я вижу что это настолько вдохновляющая тема мне просто хочется наверное объяснить чем руководствовались именно архитектора выбирая клёны во первых красный клён это не эндемики до на территории российской федерации они достаточно популярны да действительно листочек с одной не лицевой стороны имеет красный оттенок именно поэтому в совокупности кроны а появляется у дерева некая живописность третье а именно эта порода деревьев при правильном уходе то есть да именно с точки зрения стрижки кроны даже в отсутствие кроны способна держать красивую геометричную форму это очень важно ну и для всего вот этого для трех пунктов которые обозначил как минимум мы с этим старались выбрать как можно более взрослые и правильные клёны то есть мы смотрели на ширину ствола на возраст дерева на высоту этого дерева я думаю что все-таки красные клёны приживутся и будут радовать все ульяновцев и жителей города ну а в целом мы только наверное все-таки к весне увидим да все вот красоту театральной площади я думаю да поскольку по ряду причин и так понимаю что коллеги все-таки вынуждены были сдвинуться по срокам в принципе уже заснежен но какая-то картинка наверное уже сейчас нам видна афиши должны установить на следующей неделе я сейчас говорю о парадных афишах перед драм-театром мы здесь достаточно плотно отработали с труппы театра с руководством и и если помните может быть видели старые фотографии на драматическом театре раньше не было вот этого большого баннера который закрывает такой важный исторический фасад и очень надеюсь что после реализации город все-таки его наверное этот фасад приоткроет но такие крупные достаточно афиши напольные вот такими парами а елочками стояли раньше драм-театра и мы эту тенденцию этот формат возвращаем их будет чуть больше они будут уже не черно-белый они будут контрастные как бы из темноты светящиеся лицами трупы театра я думаю что будет очень красивым приглашением людей на спектакль вот в такой один из главных театров ульяновска и да мы сохраняем напольные звезды их было 9 они тоже там с 2005-06 года были на драм-театре более того с учетом того что у нас вот это вот матрица между клеонами опять же красными и фонарями с афишами она образует достаточно большое пространство можно будет открывать новые звезды то есть там есть место не для 9 а там условно для 15 звезд это тоже может стать красивой традиции там открытие новых звезд на театральной площади ну вы далеко ушли от первоначального варианта вот как задумывалось мы сохранили главное а мы сохранили главное это чистоту и лаконичность решений на одном из заседаний гроссовета вы наверняка знаете что на эту и прилегающую территорию концепции в разные годы разные архитекторы разрабатывали достаточно один из архитекторов автор их как раз одной из таких концепций на град совете вот как раз отметил чистоту решение которое удалось предложить архитектором из мега будки и даже выразил сожаление о том что его команда вот до этого не дошла на самом деле так можно сказать я как практикующие в недавнем времени архитектор далеко не каждый признать что ты в чем-то где-то не додумал может только на самом деле уверены про все себе профессионала я считаю что это очень ценно и действительно вот эту чистоту удалось сохранить ведь по сути театральный сквер это продолжение главной туристической улице города улице ленина бывшей московской которые своим вот этим парадным ходом который я уверена получился и получается парадным вот сформирует тот самый вход на венец на волгу на главные панорамы симбирска дворянина на волге поэтому я думаю что все получается и просто хочется чтобы это свершилось как можно скорее и успешнее пока шли археологические изыскания на театральной площади раскопки велись около дома языковых что там происходило и к чему это все значит по благоустройству сквероязыковых жители проголосовали за его благоустройство в следующем году в этом году немножко в части скорости и вот иерархии того что и когда нужно сделать не получилось у города пришлось в догоняющем режиме раскапывать придумывайте каким-то образом это все визуализировать здесь значит произошла некая работа над ошибками и сначала археология потом проект потом реализация вот поэтому здесь как раз все планируется сделать поступательно это здорово ну там что-то обнаружили нет насколько я знаю а я детальный отчет лично не изучала насколько я знаю что археологами теперь в контакте нет там вот каких-то уникальных вещей не позволяющих сделать заложенный в концепции реализовать заложено концепции мероприятия нет значит а планировалось согласно концепции изначально там в принципе несколько дорожек освещение и загс очень просил сформировать какую-то для них площадку для церемонии поскольку запрос на это есть и он есть давно поэтому я думаю что я да не видел еще именно расторгованную концепцию города но я думаю что как раз если мы реализуем это это послужит таким следующим шагом в развитии центральной системы площадей очень логичным шагом кроме города работы шли в муниципальных образованиях да и вот одним из проектов автором концепции стали выступили вы и ваша команда да это я был невы сад в ново ульяновске вот там также все сложно было как театральной площади или все таки все проще тоже было сложно на самом деле в любом проекте вот не бывает наверное проектов независимо от масштаба а вот я также всегда говорю что кажется иногда что территория маленькая и вопросов будет меньше так это не работает как когда меньше территорий к ней больше вопросов потому что она более камерная соответственно ты и можешь детальнее рассмотреть в данном случае здесь наверное сказывается опять же масштаб команды все-таки в ульяновске и масштаб трудового ресурса в ново ульяновске несмотря на то что мы делали эту концепцию достаточно в таком спортивном темпе и понимали все таки что это не региональный центр а здесь чуть другие запросы и мы их слышали таких каких-то знаете прям вот уникальных сложных действительно решение мы не закладывали тем не менее вопросы были это нормально они все рабочие и решаемые ну вот мне наверное особо факторов ошибок и даже не ошибок а вот вызывающих вопросы которые необходимо решать по ходу действий на уже на площадке их много но меня наверно больше всегда всегда расстраивает профильный вопрос к сожалению достаточно невысоким получается качество проектно-сметной документации вот это действительно расстраивает потому что она потом вытекает подрядчику в работу потому что он его берет как догму и как вот ну букварь да если хотите и по нему работает к сожалению очень часто подход к разработке psd достаточно формальный и вот в данном случае в новоульяновске мало отличался от концепции то все таки концепция а говорит о том в каком материале какой формы каких радиусов габаритов psd должна решать на некие узловые технические моменты кстати говоря на театральной площади так уж возвращаясь мы тоже вынуждены были перерабатывать решение чтобы сохранить липы просто потому что неправильно были определены вертикальные отметки их изначально архитекторы планировали сохранить поскольку это лежит вот ну просто в иногда если это лежит сознанию архитекторов что это дорого сохранить деление они это будут делать но вынуждены были пересматривать решение чтобы снова их сохранить и вот в новоульяновске был похожий вопрос связанный как раз тоже с отметками это очень важный хоть и технический вопрос организации рельефа Мы там закладывали на двух подходящих к молодежной площадке дорожках такие, знаете, коридоры геометрических арок. Так вот, поскольку узлы крепления этих арок к грунту не были достаточно детально проработаны, подрядчик, значит, прорабатывал, вынужден был в какой-то степени прорабатывать эти узлы по месту. То есть что получилось? Получились такие, знаете, представляете, железобетонные фундаменты разных габаритов на разной высоте, возвышающиеся над грунтом. То есть достаточно такая в большой степени снижающая визуальную характеристику вообще всей картины, истории. Естественно, нам как авторам просто невозможно было допустить этого, и мы в таком спортивном темпе, в режиме думали, как этого избежать. И на самом деле удалось найти решение, кто-то ищет, всегда, наверное, найдет. Мы решили вот эти арки и эти коридоры дополнить линейными скамьями. Что это дало? Мы тем самым взор посетителя парка чуть закрыли, то есть появилась вот эта вот линейная скамья, на которой в том числе можно сидеть, но которая отвлекла от вот этих вот получившихся инженерных технических фундаментов. И это как раз тот случай, мне кажется, когда техническое решение сработало в плюс. А не в минус. Еще один пример приведу, раз уж заговорили. У нас на прошлой неделе появился на площадке арт-объект, мы его назвали закон Ньютона. Это такой подиум кубический, на котором у нас такое сочное зеленое яблоко, как раз Антоновка. И почему закон Ньютона? Потому что мы, значит, изначально там хотели выгравить, как раз выгравировать формулу закон Ньютона. Не все архитекторы имеют пятерку по физике. Поэтому в момент работы над концепцией у нас там появилась формула Эйнштейна. Естественно, когда мы уже победили в конкурсе, мы этот момент сразу устранили и неоднократно акцентировали и разработчику ПСД, и подрядчику. Ну, знаете, вот иногда рабочий процесс не подается логике, в работу ушла формула Эйнштейна. Вот, и мы снова были вынуждены запретать решение, и мы решили, что мы погрузились. Все-таки все архитекторы у меня погрузились в законы физики вселенной. И мы выяснили, что на самом деле закон Ньютона и закон Эйнштейна очень связаны, поскольку оба говорят о энергии, о массе, о силе. И мы нанесли оба закона. И, значит, в ближайшее время подрядчик нанесет QR-код. Мы разработали такую одну страничку сайта, где как раз рассказываем о связи этих двух формул. Поэтому здесь не бывает худа без добра. Любую задачу, повторюсь, ее можно решить. Главное, чтобы было желание, а все остальное, в принципе, можно найти. Совсем недавно стало известно еще об одном проекте «Берег юрского периода» от Ундорского сельского поселения, что он стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики». Вот какие изменения ждут нас там? Ну, первое, мы, конечно, очень рады, что нам удалось все-таки получить впервые, я подчеркну, потому что это важно, впервые за, опять же, 7 лет существования муниципальной практики «Грант» в номинации «Грант Политика». То есть изначально был некий скептиз по участию в конкурсе, поскольку речь о практике, то есть о чем-то уже реализованном. И важно удивить, скажу, наверное, да, федеральный центр, поскольку практикой просто благоустройства в муниципальном образовании удивить уже кого-то очень сложно. Конкурс реализовывается давно, все знают, что после благоустройства появляется там красивое пространство, жителям это нравится. Здесь нужно было нечто большее, некую уникальность. И выбрали мы несколько муниципальных образований для участия, работы с ними по оформлению заявок. И Ундоры стали одной из них, потому что на тот момент мы уже по поручению Алексея Юрьевича разработали для них концепцию. И было понимание, что звезды так складываются, что вот там есть уже некая консолидация усилий, есть активное развитие туризма, горнолыжки, там, значит, есть курорт Волжанка, есть запуск водного транспорта, есть строящийся леонтологический музей, и есть концепция развития дальше маршрута. И это все, я считаю, что помогло нам действительно выиграть грант. И сейчас задача вот совместно с муниципалитетом в формате какой-то рабочей группы или вот рабочего взаимодействия к весне, то есть, ну, я так думаю, к майским праздникам, вот успеть этот маршрут благоустроить. В принципе, там достаточно мы закладывали такое тактичное благоустройство, поскольку речь о геопарке, то есть это уникальная природная территория, там, естественно, нет никакого тяжелого благоустройства. Это не про плитку точно, это про уникальные атмосферные арт-объекты, которые будут эту тему палеотуризма, этих древних динозавров, ящеров дополнять, привлекать внимание детей, взрослых, желание приехать, сфотографироваться и увидеть, что же здесь вот в Ульяновской области, в Ундорском поселении такого замечательного. Поэтому вот здесь на этот акцент. Еще одно поселение, в котором появится новое благоустроенное пространство, это районный поселок Сурское, да? Об этом вы уже упоминали в вашем телеграм-канале. Расскажите вот об этом проекте еще. А с Сурским мы на данный момент отработали скорее больше по архивным материалам. Почему? Потому что Сурское, это как раз пример поселения, они самые первые в области начали активное участие во всероссийском конкурсе, поскольку получили вот как раз года три, да, четыре назад статус исторического поселения, они почувствовали вот этот вкус, что есть усилие, есть результат, есть ответная реакция положительная со стороны жителей. Поэтому такие муниципальные образования, Сурское, Барыш, Корсун, вот они хотят участвовать снова и снова, потому что они этот эффект уже видят. И Сурское мы стали смотреть детальнее, потому что показалось необходимым углубиться, почему в границе исторического поселения не вошло подножие Никольской горы, которая, в общем-то, исторически является такой меккой паломничества, высотной, природной, идейной доминантой. Мы обратились к местному музею, активно общались с главой поселения и выяснили, что действительно, начиная с XVIII века, а, кстати, Сурское это старейшее историческое поселение в области Промзина, и там же находилась старейшая, древнейшая пристань, она появилась самой первой на территории Симбирской губернии, как раз у реки Сура. И мы вот эту территорию смогли обосновать по дополнительному включению в границы поселения. Таким образом, сейчас материалы рассматривают региональную службу по наследию, и как только она эти изменения внесет, уже жители сами в начале следующего года смогут сказать, если им нужно это благоустройство, а мне почему-то кажется, что, наверное, нужно, то они об этом скажут, и тогда поселение снова будет заходить в этот конкурс. Мы ему такую возможность дали. Спасибо огромное, спасибо, что рассказали про проекты. Желаем вам успехов и думаю, что мы еще встретимся. Спасибо. Вопросов масс к вам. Спасибо, я готова. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok